Здравствуйте! Мы семья Остроух Андрей и Оксана. У нас есть 100-летний яблоневый сад, в котором живет табун полесских уникальных лошадей, анбригенной популяции. Мы их сохраняем. Мы познакомились с Андреем в Геленджике. Мы вместе поехали. Был такой фестиваль замечательный, мы о нем узнали. Я из Бреста, Андрей из Гомеля. И вот в Геленджике белорусская группа, так сказать, мы вместе на одной поляне размещались. В одном автобусе ехали и там познакомились, просто начали общаться между собой. На тот момент мы еще не рассматривали друг друга, как какие-то партнеры и так далее. То есть у нас сначала завязались очень дружеские, такие интересные отношения. И, в общем, делились своими впечатлениями, мнениями и так далее. И потом продолжили общение уже в Беларуси. И вот потом уже, когда я первая увидела этот сад, допустим, и рассказала Андрею, помню, в телефонной беседе просто рассказала о том, что, представляешь, оказывается, есть вот сады такие интересные. Вот бы было хорошо как-то заниматься вот таким вот делом. Потому что Андрей занимался благоустройством на тот момент. И был такой вопрос, вот он, как бы смысл. Он искал на тот момент смысл, да, для чего ему знание там по деревьям. Он очень хорошо чувствует деревья, да, Брестка, благоустройство, то есть какие-то аварийные деревья устранения. И вот я ехала мимо от знакомых, ехала мимо сада в Брест на тот момент, я там жила, и остановилась, зашла в этот сад на момент цветения. Вот он свёл, я зашла в сад, и было такое удивительное ощущение. Вроде бы, как заходишь, да, и ощущение таких объятий, вот теплоты от сада, да, вот энергетически, как будто бы тебя обняли, как мама обняла. А в то же время я остановилась и вот понимаю, что он стоит как брошенное дитя, этот сад. То есть нет здесь, да, какого-то людей, которые ухаживают за ним. То есть вот он какой-то брошенный. Это Андрей, вот он у меня всегда мечтает, у него такая идея изначальная была, сообщество, содружество, артель какая-то, да, объединение людей, где люди должны объединяться и делать что-то совместно очень хорошее. И он такой, вот же, вот как, вот. Какая-то тема такая, да, по-моему, была именно объединение людей, вот как вот ребят, разных ребят, которые разным чем-то занимаются, и объединить. Я ему рассказала про этот сад. Я говорю, вот если бы было что-то общее, вот сад, например, да, и заниматься, ухаживать за этим садом, сохранять эти селекции. Мы ещё на тот момент не знали, что он такой старинный. И вот спустя несколько месяцев буквально каким-то удивительным образом так случилось, что я узнала о том, что вырубают этот сад. Мы узнали о том, что есть возможность взять этот сад. И я позвонила Андрею. Я понимаю, что я одна здесь ничего не сделаю, и говорю, Андрей, ты давно мечтал, есть уникальная возможность. И Андрей, в общем-то, приехал сюда. Ну, на тот момент, да, на тот момент жизни я уже понимал, что дальше тем делом, которое занимался уже не вдохновляет. И когда я сюда приехал, я понял, что я больше просто хочу здесь остаться. Неважно, что будет дальше, как там судьба повернёт, да, именно вот это вот здесь, вот это место я хотел бы для жизни. В первую очередь, да, вот Оксана рассказала про сад, да, а со стороны мужчины я хочу сказать, что именно для семьи это место, этот сад, да, территория, неважно, ну, именно земли, да, она нужна для создания, формирования семьи, семейных, ну, благополучия и ценностей. Создать пространство, где, выйдя из дома, можно было бы наблюдать... Вдохновляться. Вдохновляться, наблюдать на пение птиц. Мы своё фермерское хозяйство, когда уже открывали, то есть мы уже понимали, что будем выращивать лошадей, то есть у нас наше фермерское хозяйство – это содержание выращивания лошадей, да, и нам удалось, ну, опять, с счастливым стечением обстоятельств, как-то так всё складывается, на самом деле всё складывается удивительным образом. И сложилось так, что мы узнали про вот эту полейскую популяцию, это настоящие вот эти вот лесные лошади, это наша тема, потому что один из вариантов, почему этот сад до сих пор плодоносит, это именно то, что здесь содержался всегда колхозный табун. На самом деле в Беларуси одно время было очень много лошадей, и в каждом колхозе их было достаточно много, здесь было около 40 голов лошадей, и они все практически были, только на зиму угонялись в стойло, а так, в принципе, они находились практически в саду. Я считаю, что они их и спасли, этот сад, потому что это единственный сад на территории Европы, СНГ, или как-то я даже не скажу. Под советского пространства. Вот, который до сих пор плодоносит. Не то, что есть старые сады ещё, но тот, который плодоносит до сих пор, это вот наш сад, потому что в природе всё очень гармонично. Если яблони оплодоносят, и плоды упали на землю, и они невостребованные остались, то они со временем закисляют почву, и яблонька погибает. Поэтому лошади – это те животные, которые не повреждают кору, не повреждают сами деревья, они никогда не проявляют интереса погрызть яблоню, но в то же время они с удовольствием кушают все эти яблочки, поднимают осенью много яблок. Что они съедят осенью, они зимой вынимают из-под снега, и весной уже доедают то, что осталось, дичку в основном уже доедают весной. На данный момент у нас 19 голов. Отличие полезских аборигенных от остальных тем, что у них достаточно хорошая иммунная система, и они способны выживать в естественных, жить в естественных условиях, и добронравное спокойствие, именно внутренняя полезная, вся гульная млявость – это про них. Значит, у них здесь 60 гектар земли, они на свободном выгулевые поседа, то есть они живут самостоятельно, у них есть, как в семье, различные обязанности. Есть в табуне главная – это кобылка, она выполняет роль старшей и кормящей мамы. Также есть альф, самец, то есть это шаман, гаремщик. Он выполняет роль, если молодежь начинает драться, где-то что-то решать, то он успокаивает их и разнимает, в общем, следит за порядком. За безопасность – это вот ворон, ворон, вот тот черный вороной. Вот, если они пасутся, да, то есть они… Вот, и если какая-то опасность, да, волк, лиса, либо собака, вот, он первый выбегает и начинает нападать, то есть топтать. Если вдруг остальные видят, что он не справляется, то к нему на помощь прибегают еще двое или трое жеребцов. Значит, я быстро скажу. Слушай. Давай, слушай. Здесь 30 гектаров сада, и на сегодняшний день из тех селекций, которые мы точно знаем, это есть уникальный золотой ранет, очень вкусные яблоки, которые можно даже людям с повышенной кислотностью, и они, помимо обычных яблочных свойств, еще могут укреплять кости, восстанавливать зрение. Легендарная ранетка, да, вот эти маленькие вот удивительные яблочки, когда их вот кушаешь, и постоянно ощущение, что возвращаешься в детство. Вот нам очень многие об этом и говорят. Их не так много, их всего вот около 5-6 яблонь осталось, да. Есть уникальный белый антон, тот настоящий белый антон, когда вот он достаточно крупный и с ярко выраженным лимонным вкусом такой, да. Есть антоновка обычная, тоже очень вкусные душистые яблочки, они немножечко кисло-сладкие, такой другой вкус. Вот, и есть несколько сортов, которые еще не выявлены. То есть мы здесь приезжали у нас девушки, да, из института семеноводства, и, в общем-то, я думаю, что в этом году они нам объяснили, что надо брать яблочки, веточки. Мы еще привезем те сорта, которые мы еще не точно знаем, потому что есть яблоки с розовой мякотью, да, очень вкусные красные яблоки с розовой мякотью. Вот мы не совсем знаем, как называется этот сорт. И несколько еще удивительных поздне-осенних таких, да, сортов, тоже очень сладких, интересных, но тоже без названия пока. Они до сих пор все наливные. То есть это, в принципе, уже крайне редко в современных сортах можно встретить наливные яблоки, да. У нас по выходным более ста человек иногда в день проходят, да. И едут люди с детками, или едут люди просто, которые хотят побыть где-то, зайти пообщаться с лошадьми, да. Либо просто с детками побыть на территории сада, да, вот в эту жару, особенно в тенистых яблонях, очень уютно и хорошо. Поэтому я вижу, что многие, кто приезжает в гости, они спрашивают, а можно ли приехать еще? А можно ли приехать еще на побольше, да. То есть, по сути, для нас устраивает. Мы здесь живем, конечно же, да, но по выходным. Я так думаю, что мы в этом направлении будем двигаться дальше. Именно приглашать людей, гостей, чтобы они здесь тоже включали. Знакомить их с землей, с природой, потому что очень многие люди, они, ну, городские люди, да, и, по сути, некоторые дети даже босиком по траве не бегали, да. Ну, как бы считают, что это опасно или что-то еще. И многие здесь впервые походили где-то по траве, а многие уезжают со словами, а мы тоже хотим землю. А где это, как вообще ее взять? И здесь, на самом деле, мы всегда рассказываем, что у нас уникальная страна, с уникальными возможностями для людей. И есть очень много земли, есть очень много участков, брошенных деревень, где можно найти свою вот тоже маленькую какую-то родину, обустроиться, да, и точно так же завести этих лошадей. Многие замечают, говорят, слушайте, заходишь в табун, и страшно, и в то же время какое-то необыкновенное ощущение, ощущаешь, что вот и успокаивает как-то, да, и радость, какая-то эмоция подымается. И очень много говорят часто, что все по-настоящему, да, вот с лошадьми все по-настоящему. И я однажды заметила такую удивительную вещь, которая вот действительно удивительная, когда у нас зашли гости в табун, и было очень хорошее настроение у лошадей, они легли, отдыхали, и просто такое блаженное состояние. И один мужчина сделал шаг назад, был подключен электропастух. А электропастух – это не электричество, это просто импульс. И он коснулся спиной, и ему, в общем-то, вот этот импульс пошел. И он дернулся молча абсолютно. Лошади абсолютно лежали расслабленные. Люди его не видели, я просто боком стояла, видела. И вы представляете, люди остались стоять, как стояли, а лошади все дернулись вместе с ним и оглянулись на этого мужчину. И я в этот момент поняла, что как они нас чувствуют, насколько они чувствуют наше состояние, нашу печаль, нашу тревогу, наше хорошее настроение, нашу радость. И именно поэтому лошади с удовольствием приходят и гладятся с людьми. То есть для них это тоже важно общение, даже когда нет угощения. То есть есть люди приходят, ну, угощения больше нет, но лошади продолжают с ними стоять и общаться. Очень многие ложат голову на плечо, они там гладят. То есть у них происходит какая-то душевная связь настолько невероятная, да, и люди за этим сюда и едут. То, что они настоящие, это не объезженные лошади. Они как, в принципе, вольные животные. Они могут не прийти, когда мы их зовем, да, у них там свои лошадиные дела, и их никак не заставить, только попросить, либо прийти к ним самим, да. То есть в этом их ценность, этих лошадей. И в дальнейшем вот мы видим, что аборигенные лошади, да, именно вот табунные лошади, у них очень сильная вот эта коллективная, бессознательная, и, в принципе, это и есть их уникальная особенность от остальных лошадей. Я так вижу, в этом очень важный такой вот момент, зачем, в принципе, люди едут сюда снова и снова. Поэтому мы очень рады. Субтитры сделал DimaTorzok